Здравствуйте, меня зовут Аманжо, я специализируюсь на шенген визах для корпоративных клиентов WPK. В данном видео я расскажу вам о типах виз в страны шенгенского соглашения. Шенгенская виза дает право свободного перемещения по всем странам шенгенского соглашения в течение 90 дней на протяжении каждого 180-дневного периода. Шенгенская зона состоит из 26 государств. Данные страны разрешили свободное передвижение своим гражданам внутри этой зоны. При этом существует государства, которые разрешают весть на основании шенгенской визы. К ним относятся Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия. Шенгенские визы бывают трех типов А, Б, С. Также в каждой стране шенгенского соглашения существует своя национальная виза типа Д. Виза А – это аэропортовая транзитная виза. Она выдается людям, которые собираются лететь в другие страны через аэропорты государств шенгенской зоны. Виза Б – это транзитная виза, но с правом выхода за пределы транзитной зоны аэропорта. Транзитная виза типа Б выдается на срок от 1 до 5 суток. Виза С – это краткосрочная виза со сроком пребывания до 90 дней. Это основной тип шенгенской визы, который стремятся получить наши путешественники. Тип визы С бывает нескольких подвидов со сроком пребывания на территории шенгенской зоны. Если вы впервые получаете шенгенскую визу, то проще всего получить визу типа С1. Для получения визы типа С2 – мультивиза на полгода. Некоторые страны требуют, чтобы заявитель уже имел однократную визу типа С1 в данную страну. Годовая мультивиза С3 выдается исключительно бизнесменам, которые часто совершают деловые поездки в Европу. Виза С4 выдается только дипломатам, политикам и т.д. Виза Д – это национально-долгосрочная виза со сроком пребывания более 90 дней. Эта виза не является шенгенской и выдается не в соответствии с шенгенскими соглашениями. Эта виза выдается только в том случае, когда общий срок пребывания составляет более 90 дней и в соответствии с национальным законодательством страны, например, в случаях учебы, соединения семьи или законной иммиграции. Если вы впервые едете по визе Д в страну назначения, то для транзита необходимо пересечь еще одну страну шенгенской зоны. Если вы едете во второй раз, например, из страны, в которой у вас уже есть виза Д, то нужно получать уже шенгенскую визу. Подать документы на получение шенгенской визы вы можете за 6 месяцев до планированной поездки. Больше информации о зарубежных визах на нашем сайте.